А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 10 августа, день Прохора. Назван в честь святого апостола из 70. Прохора. Святой Прохор первоначально сопутствовал святому верховному апостолу Петру вместе с прочими учениками. После успения Матери Божией Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с ним Прохор прошел по многим странам, принимая везде страдания от язычников за благовествование имени Христова. Записывал все, что слышал от святого Иоанна Богослова. Сегодня было принято славить кузнецов. Они делали инвентарь для сельских работ, чем облегчали быть крестьян. Кузнецам даже приписывали магические способности, ведь они могли усмирять огонь. А вот что касается торговых дел, то сегодня не устраивали никаких ярмарок и не отправлялись на рынок. Говорили, в день Прохора и Пармены не стоит затевать обмена. Кстати, Пармен тоже апостол из 70. Сегодня собирали урожай груш. Приметы. Обильная роса сегодня утром, день будет солнечный. Облака плывают высоко, погода будет сухая и ясная. Продолжение следует... Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok